Здравствуйте! В эфире программа «Норильские новости» в студии Анастасия Сидорова. Смотрите в этом выпуске. Дорогу молодым. В Норильске появится молодежная коллегия при главе города. Мобильная прививка. В выходные дни от коронавируса вакцинировано рекордное количество норильчан. Каникулы с пользой. Норильских школьников учат разрабатывать бизнес-проекты. В Норильске появится молодежная коллегия при главе города. Об этом сообщил Дмитрий Карасев, поздравляя норильчан со Всероссийским Днем Молодежи. Новый коллегиальный орган призван придать дополнительный импульс развития молодежной политики на территории. На сегодняшний день в Норильске проживает более 60 тысяч человек от 14 до 35 лет, которые по закону Российской Федерации относятся к категории молодежи. Именно они, по мнению главы, наиболее активны не только в деле продвижения молодежной политики, но и генерации идей социально-экономического развития города. Относительно будущей коллегии, которая начнет работать в новом сезоне в администрации города, уже выстраивается план работы. Это будет совершенно новый орган, он будет взаимодействовать чуть не плотно со всеми структурами администрации города Норильска, погружаться во все наши вопросы, которые мы решаем. Внутри этого коллегиального органа, как мне видится, будут созданы комиссии по различным направлениям, это спорт, культура, ЖКХ и тому подобное. И я поручу своим подразделениям, своим подчиненным, чтобы они плотно взаимодействовали с этими коллегиями, с этой коллегией, с этими комиссиями, для того, чтобы мы могли получать напрямую от молодежи те решения, то видение развития города, которое они считают необходимо внедрять в нашем городе. Помимо возможности реализовывать проекты на благо города, коллегия может служить своего рода карьерным лифтом в администрацию ее учреждений и на предприятия. Активная работа, толковые идеи, желание развиваться и работать не останутся незамеченными. Наиболее талантливые участники станут кадровым резервом муниципальных служащих города. Развитие сферы молодежной политики в Норильске происходит уже сейчас. Вовлечение неравнодушных к будущему своей территории юноши и девушек во многом идет через молодежный центр. На его площадках во всех районах города работают музыкальные клубы, спортивные залы, студии для занятий йогой и многое другое. Все эти активности доступны совершенно бесплатно. С осени мы придадим новый импульс развития молодежных центров. Здесь появятся клубы по развитию киберспорта. Для этого мы приобретаем новые пятые PlayStation станции, где каждый сможет прийти и бесплатно точно так же поиграть, порубиться в различные игры, посоревноваться. И может быть даже выйти на краевой уровень, а может быть даже и на федеральный уровень. Дмитрий Карасев пожелал молодежи Норильска сил и энергии, чтобы воплощать в жизнь интересные, яркие и полезные задумки. Выразил готовность лично обсудить идеи по развитию города, чтобы оказать поддержку в реализации наиболее перспективных из них. Надежда Машарова, Норильские новости. Рекордный показатель посещаемости зафиксировали в мобильном пункте вакцинации спортивно-развлекательном комплексе «Арена». На минувших выходных первый компонент вакцины против коронавируса там получили 420 норильчан. Мобильный пункт вакцинации в «Арене» открылся в субботу в полдень и сразу показал результат, превышающий показатели поликлиник. Желающие поставить прививку выстроились в очередь. Процедура проходит так же, как и в поликлиниках. Пациент заполняет анкету и когда подходит его очередь, получает консультацию врача и прививку. Услуги мобильного пункта вместе с высокой проходимостью оказались востребованными норильчанами, поэтому городские власти намерены открыть еще один. Это рекордный показатель вакцинации в одном месте за один день. В планах у нас не останавливаться. Мы хотим сейчас открыть еще один дополнительный пункт вакцинации. Это будет автовокзал города Норильска. Он будет, скорее всего, работать в будние дни, потому что считаем, что там в будние дни большая проходимость жителей города. И надеемся, что он точно так же будет востребован, как и этот пункт. Глава Норильска отметил, что эпидемическая ситуация в городе ухудшается. В ковидных госпиталях, развернутых в Центральном районе и Ваганере, сейчас находится более 70 человек. И ежедневно территории регистрируют новые случаи инфицирования. Поэтому горожан просят не откладывать вакцинацию и соблюдать все меры профилактики. Контроль за их исполнением в городе усилен. Мы сейчас активно взаимодействуем с УВД города Норильска. Сейчас возобновим рейдовые мероприятия как по магазинам, так и по сфере общественного обслуживания. Это различные парикмахерские, салоны и тому подобное. Поэтому еще раз призываю население все-таки соблюдать меры предосторожности. Носить маски, перчатки и пользоваться антисептиками. Ольга Ерохина, Норильские новости. У некоторых норильских школьников каникулы необычные, а бизнес-каникулы. Так называется тематическая летняя группа дневного пребывания, которая работает на базе Центра развития личности «Старт». Школьники знакомятся с основами финансовой грамотности и маркетинга, делового этикета и публичных выступлений, и даже ораторского искусства и актерского мастерства. Как вдохновляется подрастающее поколение на открытие собственного дела в будущем, узнала Светлана Кудряшова. Первые в Норильске бизнес-каникулы прошли при поддержке агентства развития Норильска. Здесь собрались ребята из разных школ и районов города. Для ребят проводят различные тренинги и мастер-классы. Они учатся ставить перед собой серьезные цели, продумывать собственные бизнес-проекты и составлять бизнес-планы, распределять роли в команде. Вечно же у нас стоит вопрос, подходя к 14-летнему возрасту, кем мы хотим стать, чем мы хотим заниматься, что нас ждет, в каком направлении нам хочется развиваться. Также с ребятами работали психологи, которые помогали выявлять, в какой сфере им интересно продвигаться, какие есть на самом деле интересы. 20 ребят от 10 до 14 лет разбили на команды по интересам. Спустя почти месяц работы, каждая группа сейчас активно готовится представить свой первый бизнес-проект. Педагоги отмечают, в таком возрасте дети могут дать фору бывалым бизнесменам в плане оригинальности идей. Так, например, команда «Белые мухи» продумала действительно необычный проект – доставлять снег в Южную Африку. С помощью людям, которые проживают без снега и вообще без холода. Ну, они никогда его не видели, то есть они смогут его почувствовать, попробовать. Представили, получается? Ну, это все-таки бизнес-каникулы, здесь много цифр, и нужно много думать. Да, и времени даже не хватает, чтобы не погулять. А за этим столом родилась идея об открытии аниме-магазина. Название позаимствовали у популярного персонажа японской анимационной студии «Гибли» – «Тоторо». Очень много сейчас именно людей, которые интересуются аниме, поэтому нам кажется, что будет большая прибыль, достаточно. Нам надо и угодить и потребителям, и получается, чтобы мы не в минусе остались. Так-то очень интересно делать этот проект. Думаешь мозгами, это же на каникулах очень полезно. Ребята отмечают, что научились многому, и полученные знания в будущем пригодятся им для открытия своего дела. Преподаватели говорят, у ребят горят глаза, и это самый важный результат. Сейчас мы с ребятами реализовываем их мечту, грубо говоря, их фантазию, их желание. Мы реализуем это в проекте. Интересно с ними работать, почему? У них живой ум. То есть, когда преподаешь им через интерактив, через игру, через мыслительный процесс, у них идеи гениальны. Поэтому вот на заметку руководителям, собственникам бизнеса, если хотят какую-то идею, спросите у своих детей. А специалисты Агентства развития Норильска уверены, проект «Бизнес-каникулы» следует развивать. Сейчас это является пилотным проектом «Бизнес-каникулы», а в дальнейшем у нас будет школа бизнеса, которая будет действовать на постоянной основе. Я вижу, как ребята этим увлечены, им действительно нравится созидать, создавать проекты, работать в команде. И для них, мне кажется, является еще таким основным мотиватором то, что эти проекты будут представляться у нас в агентстве. Чтобы познакомить с реализованными бизнес-идеями, для ребят организуют экскурсии. В этот раз на турбазу «Горизонт» – пример успешного проекта в сфере туризма. Данные домики, они выступают именно в роли коммерческого предложения для отдыхающих. То есть вы приезжаете, и вы можно сравнить как аналог гостиничного бизнеса. То есть вы заехали, переночевали, провели время, отдохнули и с утра уехали. В завершении «Бизнес-каникул» ребята должны защитить свои разработки, над которыми они трудились целый месяц. Среди них проекты туристического комплекса, частные школы и другие идеи. И, может быть, в будущем они станут для кого-то из ребят отправной точкой в мир настоящего бизнеса. Светлана Кудрышова, Александр Буорин, Орильские новости. Заполярный театр драмы завершил свой 80-й сезон премьеры спектакля «Кровавая свадьба» по пьесе Федерико Гарсио Лорки. На основной сцене развернулись настоящие испанские страсти с песнями, танцами и трагическим финалом. По замыслу приглашенного режиссера Сергея Потапова, постановка призвана всколыхнуть местных театралов. В постановке заняты три заслуженных артиста России – Нина Валенская, Марина Журила и Яков Алинов. Перед ними была поставлена непростая задача, ведь «Кровавая свадьба» создана в одном из самых сложных театральных жанров. Это такая высокая трагедия, и сейчас в театре очень мало ставят высокую трагедию. Я думаю, что это самый высший пилотаж вообще в драматургии, и особенно для артиста, который играет трагедию. По сюжету пьесы в одну из испанских провинций готовятся к свадьбе. Однако история заканчивается трагедией – жених и бывшие возлюбленные невесты убивают друг друга. Но это происходит уже в финале, а предшествуют этому два напряженных акта – полные бессмысленной мести и горя тех, кто стал ее жертвой. Там страсти такие, там есть любовь, там есть какие-то очень сильные такие человеческие эмоции, чувства. Нина Валенская в спектакле исполнила главную роль – женщины, потерявшие мужа и сыновей. Актриса не скрывает – работа над ролью была сложной. В том, что я в принципе уже не помню, чтобы я играла такие роли, вот, и мне, конечно, было интересно и очень трудно. Очень трудно, это затратная очень роль, нужно очень много, много переживать. Кровавая свадьба – не первый опыт сотрудничества заполярной драмы с Сергеем Потаповым. За плечами якутского режиссера более сотни постановок. А в 2017 году в рамках лаборатории современной драматургии «Полярка» он ставил спектакль по пьесе Аугуста Китсберга «Обородей». А его новый спектакль норильчане смогут посмотреть этой осенью после открытия театрального сезона. Ольга Ерохина, Надежда Булдакова, Владислав Моисеев, Норильские новости. К этому моменту у нас все. Следите за новостями на сайте Норильск.ТВ. В студии была Анастасия Сидорова. Всего вам доброго. Вакцинация сделает нас сильнее. Сегодня уже миллионы людей используют электронные госуслуги. Потому что это позволяет экономить время, все функции собраны в одном месте, а работа построена так, как это удобно вам. Зарегистрируйтесь на портале, не выходя из дома, и вы сможете проверить и оплатить штрафы ГИБДД, задолженности по имущественному и транспортным налогам, записать ребенка в детский сад или назначить приему врача. Для регистрации вам понадобится ввести только паспортные данные и СНИЛС. Для полного доступа к порталу и сайтам органов власти необходимо подтвердить вашу учетную запись. Это легко сделать, обратившись в один из многочисленных центров регистрации, расположенных рядом с вашим домом. Подтвержденная учетная запись гарантирует максимальное удобство и доступ ко всем услугам портала, включая получение загранпаспорта и регистрацию авто, а также позволяет работать с сайтом Федеральной налоговой службы и порталом Пенсионного фонда России. Госуслуги. Проще, чем кажется. Продолжение следует... Продолжение следует...